Важность приближенных методов физики На разных примерах я буду демонстрировать, что никакое интегрирование, дифференцирование решений сложных дифференциальных уравнений не требуется для физики. Обычно с хорошей точностью можно получить ответ, с удовлетворительной точностью можно получить ответ, пользуясь различными приближенными методами. Давайте сейчас разберем задачу из электростатики, на которой я продемонстрирую ряд идей. Давайте представим себе, что мы заряжаем два конденсатора, соединенные параллельно, от батарейки. Я сейчас это дело нарисую. Значит, вот смотрите, у меня есть батарейка. Это, ну, допустим, это, ну, пусть это будет квадратная батарейка, то есть ЭДС у нее 4,5 вольта. Это внутреннее сопротивление у такой квадратной батарейки, оно, вообще говоря, зависит от степени ее разряженности, вот. Но, ну, поставим 3 Ома. Вряд ли больше на ней может быть. Вот, а вот эти вот конденсаторы, значит, тут я вот немного ошибся сейчас, они последовательно с резисторами здесь включены. Вот, резистор надо учесть, тоже это важно. Значит, смотрите, обозначу нижний емкость С1, здесь Р1, тут емкость С2. С1 и Р2. При этом, давайте ключ еще нарисуем, вот тут, что у нас имеется ключ К, который мы будем замыкать и заряжать эти конденсаторы. Значит, ну, все вроде ничего сложного, но вот емкости и сопротивление сейчас зададим. Значит, смотрите, один конденсатор, возьмем 100 микрофарад, или даже давайте 1000 микрофарад возьмем. 1000 микрофарад. Вот, и пусть он будет включен последовательно с резистором 100 Ом. Я сейчас напишу, потом отойду, всем будет видно. А второй конденсатор возьмем емкостью 10 микрофарад. Ну, и сопротивление, сопротивление возьмем такой же. Ну, Р2 пусть будет такой же. 100 Ом. Вот, значит, ну, внутренним сопротивлением, по сравнению с сопротивлениями в ветвях конденсаторов можно пренебречь, потому что намного меньше. Поэтому я буду считать, что 0 оно примерно. Вот. Как ставится вопрос? Определите заряды конденсаторов, но не в стационарном режиме, как вы привыкли. То есть не тогда, когда там все зарядилось и находить легко. Вот. А в два момента времени надо определить заряды конденсаторов. Первый момент времени, в который надо определить заряд, значит, это 10 миллисекунд. А второй момент времени, когда надо заряд определить, это 1 секунда. Вот. Определить надо Q1, Q1, Q2 вот в эти вот моменты времени. Давайте поставим Q1, Q2. Вот, видите? Давайте тут встану. Как решаем? Для того, чтобы что-то сделать по этой задаче, надо представлять себе, какой характерный масштаб времени при зарядке конденсаторов. То есть, вот смотрите, вот 10 миллисекунд – это много или мало для этих конденсаторов? Мы с вами понимаем, что, естественно, конденсаторы заряжаются не мгновенно. Вот. То есть тратится какое-то время. Очевидно, если мы год подождем, год, то они зарядятся. И их заряд будет легко рассчитать. А вот спрашивается, а если мы подождем 10 миллисекунд, насколько сильно они зарядятся? Вот для того, чтобы точно ответить на этот вопрос, надо решить систему дифференциальных уравнений. Но в данном случае нам точное решение, в общем-то, и не нужно. Абсолютно точное. То есть мы с хорошей точностью сможем получить решение приближенными способами. Вот. Каким образом это делается? Давайте для начала рассмотрим один конденсатор, который подключен к батарейке через сопротивление. Вот. Допустим, вот этот вот. Первый. Да? Вот сейчас вот здесь вот напишу несколько вспомогательных форм. Что можно записать для процесса зарядки вот одного конденсатора? Можно записать… Давайте я сейчас синий возьму. Так как это вспомогательное, я это синий напишу. Вот. ЭДС батарейки минус ток, который потек на резистор. Ну, я разбираю один конденсатор, подключенный к батарейке через резистор. Поэтому не ставлю здесь индексы. Там R1, R2 и так далее. Вот. И напряжение на конденсаторе. Напряжение на конденсаторе – это значит, что вот это заряд, поделенный на емкость конденсатора. Вот в процессе зарядки должно, в любой момент времени в процессе зарядки должно выполняться вот такое уравнение. Давайте немного с ним поработаем, с этим уравнением. Например, вместо тока я могу написать отношение дельта кук дельта т. Правильнее было бы написать вместо тока вот такое вот выражение, что ток – это производная заряда по времени. Но, значит, я напишу по-другому, поскольку мы решаем приближенно. Вот. Дельта кук поделить на дельта т. Моя цель сейчас заключается в том, чтобы понять вот время, за которое существенно меняется заряд конденсатора, сколько оно, в принципе, по величине составляет. Чтобы оценить вот эту вот величину, насколько меняется время, за какое время происходит, значит, вот зарядка конденсатора, я сделаю следующее. Вот я вот сюда, вместо дельта кук, вместо дельта кук, я подставлю, значит, конечный заряд конденсатора С на эпсилон. Вот. А вместо вот этого вот кук, то есть это у нас что такое вообще смысл последнего слагаемого? Это напряжение на конденсаторе. Поскольку вот эта вот величина кук, она меняется от нуля до СЕ, да, я сюда поставлю среднюю, среднее значение. То есть вместо кук я возьму СЕ на 2. Вот. Дело в том, что я делаю оценку, еще раз повторяю. Значит, смотрите, что у меня тогда получится. Я хочу вот это время извлечь. А вместо, а вот дельта Т я буду его теперь называть Тау. Вот я назову Тау эту. То есть я под Тау понимаю характерное время, за которое у меня происходит заряд конденсатора. Значит, ну вот смотрите, если вот эти вот выражения туда подставить, то что, значит, у меня получится? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. У меня получится, значит, тут Е пополам будет. Вот. И начиная сейчас в уме, пытаюсь сообразить. В уме я пытаюсь сообразить. В общем, у меня ответ пишу. У меня вот для вот этого Тау, для вот этого Тау, получится такая штука. У меня для Тау получится 2РЦ. Вот. Вот такая вещь. Давайте немного это обсудим. Вот это время, оно дает оценку, то есть показывает масштаб, на котором существенно изменяется заряд конденсатора емкостью С, подключенную через резистор с сопротивлением R. Значит, ну вот можно было бы на самом деле решить дифференциальное уравнение, которое тут возникает, получить там экспоненциальную зависимость и, получив эту экспоненциальную зависимость, сказать, что заряд конденсатора изменяется в Е раз, где Е – это экспоненты, так называемые, основание натурального логарифма, за время порядка РЦ. И обычно, когда вот про конденсатор говорят, вот заряд конденсаторов, все-таки в качестве характерного времени берут РЦ, а не 2РЦ. Но тем не менее, вот такая простая оценка, она позволяет по порядку величины понять, сколько времени это будет. То есть, множитель 2 здесь особо роли-то и не играет, вот, потому что все равно это носит оценочный характер, просто показывает масштаб. Теперь, еще раз возвращаясь к тому, как я это сделал, значит, почему я вот сюда поставил СЕ на 2? Внимание! Смотрите, я знаю, что заряд у меня изменяется на СЕ, правильно? Поэтому сюда я ставлю СЕ. С другой стороны, то, что стоит здесь, это, значит, напряжение на конденсаторе. Но не факт, что это напряжение, то есть, вот, вот это вот производное, если, значит, когда мы сюда ставим СЕ, мы получаем среднюю производную, среднее изменение, средний ток, вот это вот СЕ на ТАУ, это будет средний ток. Понимаете, средний ток достигается не тогда, когда напряжение на конденсаторе стало равно СЕ, а где-то в середине. Поэтому я поставил некое среднее напряжение на конденсаторе, понимаете, да? Не в конечной точке, а вот где-то в средней. Вот, и поэтому вот такое получил. Вот. Ну, значит, я это стираю, запомним, что у нас вышло. Вышло у нас следующее, что характерное время, я его, пожалуй, выпишу вот здесь. Давайте я красным его выпишу, что-то у меня 4 цвета. Итак, характерное время, за которое конденсатор заряжается, оно вот РЦ. Теперь, вооруженное вот этим новым знанием, мы подойдем к решению этой задачи. То есть, ну, очевидно, как я буду делать. Я сейчас прикину просто характерное время зарядки первого конденсатора и второго. И дальше буду делать выводы какие-то. Вот, смотрите, первый конденсатор 1000 микрофарад 100 Ом. Там, значит, 10 минус 3 в микрофарадах, 10 во второй сопротивление. То есть, время получится 0,1 секунды. Вот это вот Тау-1 для первого конденсатора, это будет 0,1 секунда. Так. А для второго, значит, 10 минус 5 на 10 во второй, 10 минус 3. А тут для второго это будет 1 милисекунда. Видите? Вот, значит, ну вот у вас может вопрос возникнуть насчет того, что вы мне скажете, что не много ли ты вот емкость взял на вот эту вот 1000 микрофарад, где ты видел? Ну, ничего особенного. Во-первых, электролитические, обычные совершенно есть 1000 микрофарад. Они, конечно, большие, но бывают такие. А вдобавок сейчас, последние там уже лет 20-30, распространены конденсаторы. Большую емкость, можно сказать, огромная, да, емкость, которая называется ионисторы. Их можно в магазине купить, там емкость, они, правда, на маленькое напряжение рассчитаны, там 5 вольт, вот. Но у них 1 фарад можете купить, и он будет небольшой. Вот, ну, скажем, диаметр, эта шайба такая, диаметр, не знаю, 2 сантиметра, да 2 же даже, полтора сантиметра. Так что это все вполне реальные цифры, вот. Да, ну теперь возвратимся все-таки к нашей задаче. Смотрите, что получается. Очевидно, второй момент времени, 1 секунда, видите, он существенно больше, чем ТАО-1 и ТАО-2. То есть, с физической точки зрения, это означает, что через 1 секунду они оба уже зарядятся, и на них будут стационарные заряды, и просто очень легко рассчитать, потому что просто уже напряжение на них, токи всякие прекратятся, и уже напряжение на них будет равно ЭДС батареи. Вот. А первый момент, он лежит, первый момент времени, вот этот 10 миллисекунд, он, значит, лежит в середине между, ну, вот это 100 миллисекунд, видите, а это 1 миллисекунда, и вот этот вот 10 миллисекунд в середине между ними как бы находится. То есть, получается, что второй конденсатор уже зарядится, да, вот, а первый еще не зарядится. То есть, первый заряжается примерно за 100 миллисекунд, да, то есть, он только находится, ну, на участке начала зарядки, если можно так выразиться. То есть, давайте сразу запишем, что вот для второго случая, вот это вот, при Т2, да, когда время будет Т2, у меня Ку-1 оба заряжены, это будет С1 на ЭДС, и, значит, тут С2 на ЭДС. Ну, это легко. Теперь, когда Т1, при Т1, значит, что получится? Один конденсатор точно зарядится, это второй. То есть, Ку-2 будет С2 на вот эту вот величину ЭДС. А вот Ку-1 еще не зарядится, и как же в этом случае мне найти заряд конденсатора С1. Ну, вот, для того, чтобы это найти, для того, чтобы ответить на вопрос, желательно бы хотя бы качественно представлять себе вид зависимости, как идет, как зависит заряд от времени при, ну, когда конденсаторы заряжают. Значит, ну, вот, где бы мне нарисовать... Давайте, давайте сотрем уже вот условия. Если надо, я там потом напомню. Зависимость заряда от времени получается при решении дифференциального уравнения. Но, я еще раз говорю, решать его не надо, можно просто в учебнике прочитать и посмотреть график. А вот график, это уже важная штука. Потому что график в зависимости заряда от времени при таком вот простом способе зарядки. Значит, если вот здесь вот у меня стоит CE-EDS, график выглядит примерно так. Вот, это зависимость, содержащая экспоненту, который при больших временах имеет горизонтальную асимптоту в точке CE, да, вот. Но более интересно, что при маленьком времени. А при маленьком времени, на самом деле, эта функция похожа на линейную функцию. Ну, вопрос, конечно, в точности, насколько похоже, то есть, сколько это приблизительно. Тем не менее, можно вот представлять ее себе здесь, как линейную функцию. Вот, и таким образом можно считать, что вот в первый момент времени, вот здесь, вот на этом линейном участке, зависимость заряда от времени носит вот такой характер. К на Т. Некий коэффициент, помноженный на время. Вот. На первом вот этом вот участке. Но мы уже догадываемся, что, скорее всего, коэффициент это обратное время, вот это. Ну, мы попробуем сейчас как-нибудь подойти к этому с другой стороны. Вот. Значит, смотрите. Давайте вспомним вот то вот основное уравнение, которое я писал для процесса зарядки, значит, выглядит, как будет. ЭДС минус. Ну, в это основное уравнение я сразу буду ставить зависимость тока от времени, зависимость заряда от времени, вот такую, как написано. Смотрите, если заряд у меня зависит линейно от времени, это значит, что у меня там течет постоянный ток. При этом ток равен производной заряда, то есть ток будет равен вот этому коэффициенту К. Значит, то есть получится, смотрите, как минус К на Р1, верно? Это ток на сопротивление. И минус вот это вот КТ делить на С 1 равно 0. И теперь давайте внимательно посмотрим. Мы в этом уравнении все знаем. кроме коэффициента К. Если мы определим коэффициент К из этого уравнения, мы затем его подставим вот в ту формулу и найдем заряд вот этого вот первого конденсатора через через 10 миллисекунд. Там 10 миллисекунд надо было. Вот. Ну, теперь что осталось сделать? Просто числа подставить и решить. Вот это вот 4,5 вольта минус коэффициент там 100 Ом было на 100. Я даже, знаете, я вот здесь сотру, потому что я ставлю в основных единицах, поэтому можно не писать размерность. это, конечно, опасный такой ход, но постараемся. Значит, здесь ставит минус коэффициент вот этот неизвестный. Время беру 10 миллисекунд, потому что спрашивают через 10 миллисекунд. 10 миллисекунд это 10 минус второй секунды, то есть сюда ставлю 10 минус второй, а вот сюда ставлю емкость первого конденсатора. У него 1000 микрофарад было, 1000 микрофарад это 10 минус третий. Вот. и тут будет 0 стоять. Да, ну и вот смотрите, значит, что получается здесь получается 10к, тут 100к, ну в принципе той вот десяткой то можно было бы пренебречь. Ну ладно, так не будем пренебрегать. Короче, приближенно если взять, то для этого коэффициента получается давайте прикинем 4,5 на 110 поделить. 4,5 на 110 ну смотрите это так все равно что я взял 4,4 поделил на 110 вот то есть это получится 4 сотых вот 4 сотых примерно давайте поставим примерно в каких единицах ну я уже сказал что коэффициент К он имеет смысл тока потому что К имеет такую же размерность как производная тока вот поэтому это будут амперы то есть 4 на 10 минус второй ампер вот и теперь значит если туда подставить и подставить время 10 миллисекунд то получим К 1 вот тут пишу 4 10 минус второй еще миллисекунд минус второй значит 4 на 10 минус четвертый был чего каких единиц К он вот давайте я тут еще знаете что подсчитаю я подсчитаю какой заряд у этого C1 будет в стационарном режиме ну то есть вот через это самое 0 1 там через одну секунду вернее вот то есть когда он уже там заряется и все у него хорошо будет вот ну как посчитать тут 4,5 вольта тут 1000 микрофарад надо помножить и получится получится какая штука я это напишу вот так ну вот здесь бесконечность ставлю то есть спустя так сказать достаточно большое время 4,5 будет на 10 минус третий кулона вот 4,5 вольта на 1000 микрофарад то то есть смотрите за постоянное времени у него у первого конденсатора 0,1 секунды видите да то есть характерное время зарядки 0,1 секунды и за вот это время Т1 которое я брал 10 миллисекунд у него будет вот такой заряд то есть это примерно одна десятая часть ну если грубо говорить то есть получается что за время составляющее одну десятую от вот этого вот времени он собственно на десятую часть зарядится вот но это вышло отчасти случайно потому что такие цифры то есть нельзя сказать чтобы такая вот всегда соблюдалась такая закономерность что я в результате резюмирую хотел бы отметить смотрите если бы вы эту задачу показали какому-нибудь студенту например да он бы вам сказал что здесь делать нечего надо решить дифференциальное уравнение и найти однако школьники у нас не очень хорошо решать дифференциальное уравнение а скорее всего вообще плохо их решать тем не менее эта задача вполне решается скромными школьными методами другое дело что тут конечно цифра подобрана таким образом единственное что я использовал это то что я предположил что на начальном участке зарядки у меня зависимость будет линейная но поверьте что почему я так могу предположить что вот это потому что вот это время мало по сравнению с характерным временем оно на порядок меньше то есть я нахожусь где-то очень близко к нулю вблизи нуля подавляющее большинство хороших функций приближаются линейными функциями ну в общем-то это в пределах любой точки можно сделать ну вблизи нуля тем более вот то есть я использовал здесь вблизи нуля линейное приближение которое вот помогло мне прийти к ответу в общем соображения которые здесь изложены самое главное идеологические вот на что бы я бы обратил внимание как я делал оценку для времени характерного зарядки и потом вот эту вот идею о том что близи нуля зависимость линейная я бы взял на вооружение при этом сразу еще хочу обратить внимание что всегда когда вы решаете желательно бы представлять себе масштаб цифр с которыми вы имеете дело но об этом мы чуть позже поговорим так на этом вот это вот заканчиваю вот сейчас продолжим приближенные вычисления методы физики спасибо за внимание спасибо спасибо Продолжение следует...